После пяти недель молчания и игнорирования проблемы Рахмон наконец-то заговорил. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Таджикистан поддерживает создание государства Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме с учетом границ, определенных в 1967 году. Заявил президент Таджикистана Имамали Рахмон, выступая 11 ноября в Эр-Риаде, столице Саудовской Аравии, на совместном чрезвычайном арабо-исламском саммите. По его словам, это единственный путь, с помощью которого народ Палестины сможет реализовать свое коренное национальное право как самостоятельный субъект мирового сообщества на основе общепризнанных принципов международных отношений. В течение последних пяти недель сектор газа подвергается массированным авиаударам и наземным атакам со стороны армии Израиля. Под данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения газа, за это время с палестинской стороны погибли более 11 тысяч человек. В своем выступлении на саммите президент Рахмон сказал, «Наши страны и мировое сообщество глубоко беспокоены кризисной ситуацией в этой части Палестины. Таджикистан решительно осуждает нападение на гражданские объекты в указанном районе, которое привело к гибели тысяч мирных жителей, включая детей и женщин, ранению большого количества людей и разрушению жизненно важной инфраструктуры. Израиль постоянно утверждает, что обращался к жителям Газа с призывом эвакуироваться и обвинил ХАМАС в использовании людей как живого щита. Вторжение ХАМАС на территорию Израиля произошло 7 октября с массированных ракетных ударов террористов из сектора Газа, захода боевиков вооруженной группировки ХАМАС и исламского джихада на территорию страны. Тогда погибли 1200 человек. 240 человек находятся в заложниках у боевиков ХАМАС. США и Евросоюз признают группу ХАМАС как террористическую организацию. Призывы к прекращению огня и сохранению жизни гражданского населения в Газе прозвучали неоднократно. Израиль заявил, что готов рассмотреть возможность небольших тактических пауз в ходе боевых действий в секторе Газа, однако отвергает прекращение огня без освобождения всех удерживаемых ХАМАС-заложников. «Сегодняшняя ситуация еще раз доказывает тот факт, что проблема Палестины не имеет военного пути решения. С самого начала конфликта наша страна выступила с призывом к сторонам прекратить насилие и для стабилизации ситуации сесть за стол переговоров. С нашей точки зрения, обеспечение справедливого, прочного и долгосрочного мира возможно только путем реализации резолюции Организации Объединенных Наций о создании независимого палестинского государства», заявил Эмам Алирахмон на саммите в Эр-Риаде. Таковой является открытая позиция Таджикистана по вопросу сектора Газа и, в общем, по Палестине. Ранее 8 октября Министерство иностранных дел Таджикистана выразила беспокойность резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке, приведшей к значительным жертвам среди мирного населения, разрушением жилья и объектов социальной инфраструктуры, и призвала стороны незамедлительно положить конец насилию и начать диалог для нормализации ситуации, при этом не называя отдельные страны и группы. Сектор Газа, расположенный на берегу Средиземного моря вплоть до 1917 года, был в распоряжении Османской империи. За прошлый век сектор Газа перешел из британского подчинения в египетский, а последнее время находится под контролем израильской армии. В данное время Газа является закрытым анклавом, где проживает более двух миллионов палестинцев, половина из которых за последние пять недель потеряла кровь и стали беженцами. Создание государства, израильские поселения, статус Иерусалима и проблемы беженцев являются главными спорными вопросами между Израилем и Палестиной. При этом некоторые эксперты говорят, что Мамали Рахмон не побоялся высказать свою точку зрения и осудить одну из сторон. Но при этом, когда Россия напала на Украину, они этого не сделали. А все потому, что Россия сама поддерживает Палестину, и это по сути не расходится с мнением Путина, потому Рахмон и не боялся высказать свое мнение. А как вы думаете, действительно ли это все так? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.